Сегодня говорить мы будем о спортивной гимнастике, а точнее о турнире на призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного. Турнир откроется 25 сентября в спортивном комплексе «Калинка». В качестве почетного гостя организаторы ожидают олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Светлану Хоркину. А сегодня в нашей студии не менее известный олимпийский чемпион Евгений Подгорный. А сегодня у нас с вами олимпийское спортивное утро, потому что в гостях у нас олимпийский чемпион, всем вам известный Евгений Подгорный. Евгений, вы к нам приходите всегда по определенному поводу. По крайней мере, раз в год точно, вот уже девятый раз подряд, Евгений приходит для того, чтобы рассказать о турнире, который стартует совсем скоро. Расскажите, где, когда, что и сколько дней. Спасибо за приглашение. Действительно, очень приятно сегодня присутствовать здесь. Утром у вас буквально вот скоро-скоро. Завтра уже у нас открытие. Начнется всероссийский турнир на мои призы, который я провожу уже девятый раз в городе Новосибирске, который собирает сильнейших гимнастов со всей России. В этом году к нам приехали в гости также спортсмены из Китая, из Азербайджана. И гимнасты приехали из Казахстана. Поэтому такая уже география, она начинает расширяться. Поэтому вот как раз завтра у нас четверг уже открытие. В пятницу мы всех приглашаем с 11 часов в пятницу, субботу, воскресенье, прийти на соревнования, поболеть и за наших новосибирских гимнастов, и за российских гимнастов, и посмотреть вообще, в принципе, что такое спортивная гимнастика. Спортивная гимнастика, я извиняюсь, перепел. Спортивная гимнастика – это 6 нарядов, которые себя включают вольные упражнения, где мы прыгаем на ковре. Конь-махи – это конь с ручками, на котором мы крутимся. Кольца на которых мы делаем все различные кресты, различные упражнения, силовый опорный прыжок. Раньше, как он назывался в школе, козел, да, через которого мы прыгаем. Оно сейчас уже немножко выглядит по-другому. Параллельные брусья, я думаю, что все их знают. И турник, на котором также мы крутимся. Вот эти 6 нарядов мы должны пройти. Каждый участник может пройти? Каждый участник проходит все 6 нарядов. На каждом снаряде выставляется оценка, потом эта оценка суммируется, эти оценки все суммируются, и получается итоговый балл, и по итоговому баллу уже определяются победители. Это у нас будет в пятницу, называется это у нас в гимнастике многоборья. Все 6 нарядов нужно пройти в многоборе, будут определяться у нас победители. А хочется узнать, вот те ребята, которые приедут. Во-первых, я так понимаю, что это ребята разного возраста, не только из разных городов, и уж тем более стран, правильно? Разного возраста. Да, разного возраста. А был какой-то клич изначально? Вообще, как вот, например, ну, мало ли, вдруг сейчас нас смотрит какая-нибудь мама, у нее ребенок занимается спортивной гимнастикой, она скажет, что это моя дочка Даша не участвует в этом турнире. Как сделать так, чтобы любой ребенок мог поучаствовать? И любой ли может поучаствовать? Вот в чем вопрос. Ну, может поучаствовать не любой ребенок. Действительно, у нас есть положение и критерии, по которым отбираются спортсмены, как и ребята, так и девочки. И у нас наш всероссийский, мой всероссийский турнир на мои призы, он у нас стоит в календаре в Министерстве спорта Российской Федерации, официально и в календаре Департамента спорта Новосибирской области и в календаре также Управление спорта Мэрия города Новосибирска. В этом положении прописано, что у нас выступают и мальчики, и девочки. По первому взрослому разряду категория, начиная там с 12 лет до 13 лет, кандидат в мастера спорта, это уже возрастная категория, там с 14 лет до 15. И мастера спорта, это самые основные, это самые взрослые гимнасты, гимнастки, которые начинаются уже с 16 лет, и там возрастной категории дальше нет, это уже насколько хватает здоровья заниматься гимнастикой, они могут выступать. Поэтому мы у себя проводили, конечно же, наших гимнастов отбор, команды Новосибирской области, потому что гимнастов очень много, смотрели, кто может выступать, кто хорошо готов, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы как можно больше наших спортсменов, наших гимнастов в Новосибирской области выступили, но их все равно количество ограниченное, поэтому отбор мы проводили, так что всех приглашаем. Прийти, по сути, даже не попали в команду Новосибирской области, можно всегда прийти, посмотреть и поболеть. Ну, в общем, Евгений, я предлагаю в подробностях все это обсудить чуть позже, я имею в виду турнир. Давайте сейчас ненадолго приживемся, сразу после небольшой паузы возвращаемся вновь в нашу студию. 26, 27, 28 сентября сильнейшие гимнасты России не только примут участие в турнире по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного. Евгений, кстати, специально пришел в нашу студию, чтобы в подробностях рассказать об особенностях нынешнего, девятого по счету турнира. В общем, мы тут с Евгением выяснили, что спортивной гимнастикой заниматься нужно, потому что олимпийский чемпион у нас сегодня в гостях, Евгений Подгорный, прекрасно сохранился, надо сказать, несмотря на то, что, естественно, как у любого спортсмена, были травмы. Но не о травмах речь, а о том, куда же сейчас идет спортивная гимнастика. Понятно, что во всем мире мы делаем шоу, неважно где, будь то артисты на сцене, будь то в спорте. А спортивная гимнастика вообще, то же самое главное что? Выполнить элемент правильно. О каком шоу может быть идти речь? Или все-таки о шоу тоже может идти речь во спортивной гимнастике? Ну, конечно, и шоу это тоже, об этом тоже идет речь, потому что спортивная гимнастика, она сейчас очень сильно помолодела. И, на мой взгляд, она все равно, то, что даже поменялись правила, стала красивее. Правила поменялись? Поменялись правила, поменялись очень сильно правила. Даже после того, как я выступал, я закончил и сейчас, то, что выступают спортсмены. То есть они стали жестче или наоборот? Поменялась вообще, они не стали жестче, поменялась сложность. Где-то ввели сложность, чтобы гимнастика смотрелась красивее, потому что действительно все сейчас борются за красоту, все борются за то, чтобы спорт и вид спорта, он был зрелищным, чтобы на него ходили зрители, чтобы он привлекал. И, конечно, гимнастика, она тоже с каждой олимпиадой меняется правила. От этого мы никуда не уйдем. Что-то уходит, что-то какие-то вновые введения приходит, где-то усложняется, где-то упрощается на каком-то виде. Поэтому правила поменялись. И то, что радует меня, что они поменялись именно в сторону не усложнения сильной гимнастики, потому что теряется зрелищность, а поменялись правила именно в зрелищности. Потому что даже мы наблюдаем за ребятами, за гимнастами. Да, они сейчас делают достаточно сложную программу и достаточно сложные элементы исполняют. Но правила так сделаны, что они смотрятся очень красиво. Поэтому смотреть спортивную гимнастику может быть, с одной стороны, страшно, что там есть такие снаряды, как в женской гимнастике бревно, которое там 12 сантиметров, на котором действительно... Нужно удержаться и еще сделать элементы. Травмоопасно, да. Нужно удержаться и сделать элементы, еще и попрыгать. Но, тем не менее, все равно это красиво. Это, на мой взгляд, это действительно шоу. Самый красивый вид спорта, хочется сказать, видимо, Евгений. Понятно, почему? Потому что вы и сам занимались, олимпийский чемпион. Я очень болею, переживаю, естественно, я свой вид спорта. А скажите, вот за каждым элементом, то есть, будь то там бревно, тот самый козел, что называется, есть закреплен представитель жюри, который оценивает, или наоборот, есть целая команда специалистов, которые каждому подходят, там, не знаю, как это... Ну, в общем, каждому бруску подходят и там стоят, и за всех болеют, и всех оценивают. Или как? Да, у нас две команды судей, по шесть человек. За девочек отвечают одни за мальчиков, другие или нет? Ну, давайте сейчас про мальчиков, начнем про девочек. У мальчиков на каждом снаряде сидит два комплекта судей, то есть по шесть человек. Два комплекта судей, хорошо. Которые мы собираем. Вот, и также у девочек по шесть человек два комплекта. Один комплект отвечает шесть человек непосредственно за сложность, которая считает сложность исполнения элементов, сколько элементов, из какой сложности элементы были исполнены. Другие шесть человек считают уже непосредственно красоту исполнения, где упал спортсмен, где не упал, где он ноги согнул, где он носок не натянул, где он голову не поднял. Они считают уже исполнение вообще, в принципе, всей программы. И у мальчиков, и у девочек то же самое. Если раньше, когда я еще уступал, у нас было 6 человек судей, 6-8 человек на Олимпийских играх, на чемпионатах мира, по 6-8, по 7 человек, то сейчас на каждом снаряде судей 12 человек. А вот к этим судям могут подойти тренеры непосредственно тех ребят и подсказывать, например, носок натяни, голову подними, спину выпрями. Или запрещено? Это запрещено. Один спортсмен, никто ему ничего не подсказывает. Тренер единственное может подойти, подсадить на перекладину или на кольца. На носок натяни, голову выпрями. Уже в процессе исполнения своей программы ни в коем случае тренер не может подходить. В том числе, конечно, подсказывать. Евгений, а в каждой возрастной категории будет свой победитель? Или только один человек станет призером? В каждой. В каждой категории будет победитель, будут и призеры. И также вот у нас в пятницу это многоборье, как я и говорил, а в субботу и воскресенье у нас будет также разыгрываться еще на отдельных видах многоборья. То есть на каждом, на вольных упражнениях будут разыгрываться в каждом, в каждой категории, в первом разряде, в кандидатах в мастера спорта и в мастерах спорта первое, второе, третье место. У ребят и у девочек. И воскресенье тоже самое. Также будут разыгрываться первое, второе, третье места. Ну что ж, друзья, теперь вы знаете, чем заняться в субботу и воскресенье, куда нужно пойти и куда, и на что нужно посмотреть. А у нас в гостях сегодня был олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Евгений Подгорный. Спасибо большое, что пришли. Евгений Подгорный.